Я знаю, что тут раздевают. 50% мужиков валяются и голые. Чего же вы за себя не заступитесь-то? Ой-ой-ой. Бать, у меня есть одежда. У меня масса одежды есть. А зачем же сюда пришли вы туда? Я думал. Охота похвалиться нижней частью тела? Сюда люди приходят только для блуда, прелюбодеяния. Показывать, я сильный, могу блудить. Как же ты это интересно говоришь? Да я говорю так, как есть. Я не свои слова говорю, а говорю то, что нам Господь изрек в Священном Писании. Что вы делаете, мужики, с собою? Прячутся тут все время. А то одна голова торчит, то головы нет. От элементов прячутся. Только не ругайся. Договорись. Нет, нет, нет. Бать, у меня никогда не ругайся. Вот только сейчас говорили, только одному сказал. И сразу заматерился. Я его сразу выкинул. Не, не, не. Я лучше буду молчать тогда. Так, мы людям возвещаем о любви Божией, что Христос умер за наши грехи. Перенес великую радость. И теперь, веруя в Него, мы можем иметь жизнь вечную. Довериться Ему. И жизнь будет совершенно другая. А вот сейчас рулетку кто составил? Вы знаете, кто ее изобрел? Запомни, ее составил, изобрел мальчишка, 17-летняя, двоечник. Андрей Терновский. И он говорит, экзамен на носу, а у меня одни двойки. Я понял, экзамены не сдать, надо что-то выдумывать. И вот эту придумал. И люди тут теперь помирают, сидят. Ни к чему не обязывающая встреча. Как скотина. Понюхал, прыгнул, спустил всеми и дальше. Дать, пожалуйста, пожалуйста, мне очень интересно. Я говорю то, что есть. Потому что честный человек, он должен рассуждать открыто, честно. Не прятаться. Согласен. Ну так, а почему прячется? Начнешь говорить о Боге, сразу раз, отключают. Вот только сейчас перед вами женщина сидит, сиськи вывалила, а ее даже не видать. Ты ничего не думаешь, что ты делаешь. Ты болеть будешь. Момизм, разные болезни. Она сразу меня выключила. С чем ты хвалишься? Это не твое. Это все корм червям будет. Бог это сделал. Для того, чтобы детей кормила, а не аборты делала. За перестройку в России 120 миллионов абортов. Государство уничтожили. В стране людей-то без люди или пространство-то. Россию будут дробить по частям. Весь Восток Китая отхватит. У нас 4 человека на 1 квадратный километр, а у них 400. Два с лишним миллиарда. Жить негде. Мусульмане подпирают. У мусульман в семье в среднем 8,1 ребенка. А у русских 1,8. Что непонятно-то? И разводы, разводы, разводы. Непрерывно разводы. Чтобы его кто-то кормил паразита. Нас отец с фронта пришел, руки нет. Нас 10 детей. И мы с 5 лет уже с отцом на поле пасли скот. И ни один не ходил кусок, не просил. Все свое. Чтобы все умели делать. Я 40 лет печеньком был. Потому что мне не давали. Я прораб. На штурмана учился. Меня везде советская власть вышибла. Я 5 тюрем, говорит, захватил. И освободили только в 87-м году. Вы зайдите на наш сайт. Это все найдете. Ютуб-канал называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». Зарядите. И вы увидите, кто мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Одна на всю Россию такая деревня. В деревню въезжаешь, надписи стоят везде. На территории деревни курить запрещается. Не в дому, на улице. Батя. Дайте Бога здравия. Все. Мне 80 лет уже. 80 лет. Я одно скажу. У меня вот брат уже лет, наверное, как 10. Ходит в такую церковь, интересно. Я не знаю, кто это такие. Но они рукой не крестятся. Они колдуны, наверное, какие. Ну, так и не ругаться. Все. Ну, ладно. Этой радости нет у людей на земле. Что за гробом ждет вечная радость. Он умер за наши грехи, а люди его не приняли. Кто мы такие? Не знаю. Не люди, наверное, тогда. Надо жить для Бога. И Бог дает разум. Духом святым просвещает мозги. Так. И тогда у нас не будет тех конфликтов, которые сейчас в Екатеринбурге. Дело до революции доходит. Вы знаете, что там сейчас делается в Екатеринбурге? Нет. А вот включите одно слово «Екатеринбург». Его увидите. Там противостояние. В парке решили строить новый храм. Зачем? И там народ вышел. И там началось буквально сражение. Путину доложили. Там, наверное, войска вводить будут. А виноваты-то верующие. Притом наши православные. Сколько храмов. Решили отнять сквер. Уменьшить его площадь. А людям больше пойти некуда. Дышать нещем. Да какой это храм, который строится на спорах, на разногласиях. Ну, не знаю. Ну, вот мы призываем помолиться. Чтобы люди помолились. Чтобы этой беды не было. Своего Майдана. Все рядом стоит. Уже седьмой день они там воюют. И депутатов подняли. Президенту доложили. У нас очень большие ресурсы. Если вы интересуетесь, можете зайти во Свете Библии канал. Во Свете Библии. Нашему каналу равных нет в интернете. По насыщенности и по величине. 15. Во Свете Библии. Игнатий Лапкин. Во Свете Библии. Игнатий Лапкин. А, я вижу. Ну, сколько там подписчиков? Пока нет. Я сайт смотрю сейчас. Вы на первую страницу зайдите. Да, я зашел. А вы, наверное, зашли на вход. На сайт. Во Свете Библии Игнатий Лапкин. А, вижу, вижу. В Ютуб? Да, в Ютубе. В Ютубе. Сколько там? Сейчас. Господи, Иисус. Подписчиков? Да. 37 тысяч. Правильно. А общая посещаемость просмотров какая? Ну, последнее видео 20 947. Нет. 35 миллионов. Общее. Со дня основания. Со дня основания. И нашего канала. Ясно. Мы строим православную деревню. Православную. Где все верующие. Поселиться можно. Кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А их разрушено 21 тысяча сел. Что, встань, поговорим. Сядь нормально, как мужик. Еще вы лежите, как будто бы немощь постигла какая-то вас. Вы лежите, вы расслабляетесь, а потом спите. Кровь плохо идет. Поэтому тромбы, инсульты. Надо все время в напряжении быть. Тогда пульсирует тебе кровь. Что вы такое поколение-то какое-то гнилое. Сколько вам лет? Не слышно, ни одного слова не слышно. Микрофон у вас не включен. Мне 80 лет. Что хрещить это? Заблудились? Ну что хрещить это? Заблудились? Книга, Роман, книга. Надо жить для Бога. Надо жить для Бога. Тут не околачивается зря. Господь зовет людей к покаянию. Ну как? Сейчас, сейчас. Как еще раз? Во свете Библии. Свет. Во свете. Во. Это предлог во. А дальше свете Библии. Игнатий Лапкин. Так, я не вижу как. Ну да. Но вы не попали не на первую страницу. Надо, чтобы выйти на первую страницу. А это входные. Вот на первую страницу выйдете, вы увидите подписчиков, посещаемость. Да нет, нет, я вижу. Видим, видим, конечно. Сколько там подписчиков? 37 тысяч подписчиков, да? Правильно. А просмотров 35 миллионов. Сейчас, сейчас. Да. Нет, это 260 тысяч и миллион. Это не на один, на весь канал. На весь канал за эти годы. А, да, да, да. Все, все, видно. Все, нашли. Так, мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего. Мы говорим о Боге. Вот в эту редку собралась вся гнусность, все эти блудники. Все развратники сюда скатились. Редко кто одеты. 50 процентов мужиков валяется, копейки не стоят, голая. Корм червям могильным. Это согласен, да. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Это сразу первое условие. Ясно. Вот. Кроме того, у нас очень большой сайт. Если зарядите через Google, сайт, так же, во свете Библии, Игнатий Лапкин. Вы там найдете море информации. Там 50 книг, моим голосом начитанные. Вам легко будет. На диск, и дорога едешь, и слышишь Библию, Златоуста, Архипелаг, ГУЛАГ. Там интервью репрессированных, которые я брал, за что меня сажали в свое время. Вы там найдете много. Там 41 книга, мои, которые книги написаны мной. 41 том книг. Напишите сайт, сайт, во свете Библии. Не YouTube. Не YouTube. Через Google туда, Яндекс, зайдите. Все, начали, начали. Да, вот Лапкин. Да, Лапкин Игнатий, во свете Библии, сайт. Православный библейский сайт. Да, да, вот он. Вот он. Сейчас увидишь. О, да, да, да. А там он 55 папок идут. Я отмечаю студентам на 4124 вопроса. Я занятия вел сразу в пяти университетах, три радиопрограммы, 13 школ. Вы там все найдете. У вас... А вы все время работали в церкви или как? Повторите громче. Ну, в церкви все время работали. Ну, я где? Мне сколько лет-то? Ну, наверное, лет где-то 80, наверное. Не знаю. Вот, осталось меньше месяца. Будет 80. Я тут один, если только не самый старый блогер, как пишут все в рулетке. Я уже тут 80, наверное, два дня нахожусь. Свидетельствуем, считаем. Тут процентов 80 мусульман. Почему? Да, у нас, я Библию показываю, у нас своя книга. Я говорю, может, такая у вас книга? Ну, да. А что написано? Коран. Я говорю, считай, что написано? Не можете. А тут баран. Вы, я говорю, такие же бестолковые, как мы. У нас люди стоят, ничего не понимают по церковно-славянски. Надо на русском, на понятном, на великом, чтобы каждое слово Христа в сердце достигало. Жить для Бога открыто, честно. А много вообще в театре рулетки хотя бы останавливаются? Ну, вот в рулетке я говорю, сколько было. Чтобы так нормально говорить, не очень. Ну, я могу сказать, за 8-70 дней у меня составлено здесь 420 роликов. И вы, если на наш сайт зайдете, то через... Если только вопросы будут сейчас, вы сами себя увидите, будете разговаривать. И скажете другим, скажи, я попал в число хороших. Только не материться никогда не надо, ребята. Это последнее дело. За каждое слово на суде Божьем, когда Бог воскресит людей, страшный суд, отвечать придется. Вот сейчас в Екатеринбурге что делает? У меня два ролика выставлено, я даю вопросы, отвечаю в Екатеринбурге. Слышали, что делается? Ну, там они сквер, решили церковь строить, там бунт. Путину доложили, там ОМОН, там Национальная гвардия, там переворотка к революции началась. Вот, зарядите. Екатеринбург, одно слово. И вы увидите, что там делается на площадях. Сегодня седьмой день, кажется, уже идет это. Там депутаты заседают. Если они не покаются, там церковники виноваты-то, церковники. Я из церкви православной, я должен сказать, они не правы. Парк, и решили там строить храм, а людям негде отдыхать. А там храмов по всем городе полно. Я говорю, митрополиту надо выйти, перед народом на колени встать и просить прощения, чтобы утихла эта вражда. Друг с другом поссорили людей, там ломают, уже бьют, больше ста человек арестовали. Нам надоело нормально жить. Майдан нужен, Бог даст Майдан. Будете, говорит, в Китай прыгать. Екатеринбург. Надо жить открыто, перед Богом. Молиться все время. И Господь покажет, что нам делать. Для Бога жить, а не для наркотиков. Конечно, жить по-любому. Вот если вы пожелаете что-то спросить, вы по скайпу зайдите, Игнатий Лапкин. И сразу напишите, что мы сейчас рулетки в этом ущелье Блуда встречались. Хорошо, все. Вопросы есть? Вопросы? Любые можно задавать. О жизни, о Боге, вопросы есть? Ну давай. Зададим. Ну давай. Отойди маленько, продремлись, поспи. Товарищ-то еще голова-то у него завязана, не развалится от вопроса. Пускай говорит. Конечно. Давайте. Вам будет интересно. Продолжение следует.